Приветствую вас. Давайте подробно разберем ваш вопрос. Я постараюсь рассмотреть все аспекты, которые вы перечислили в своем тексте. Значит, вы пишите, что вас беспокоят отношения с мужем. Вас беспокоят отношения с мужем. Пишите вы, мои отношения с мужем. Знаете, я, как это ни странно звучит, я нахожу это достаточно тревожным знаком. Вот. Потому что, на мой взгляд, то, что вы во главу угла ставите именно ваши отношения, ваши отношения с ним. Да, причем ваши отношения с ним вы ставите на первое место. А не его самого. Уже вызывает достаточно серьезные вопросы, потому что, если для вас в большей степени важны ваши отношения с мужем, то это не про самого партнера. Это не про ориентированность на партнера. Это про ваши потребности, связанные с ним. Это про то, что вы хотите от него. По сути, это перенос ответственности своей за себя и за свою жизнь на него. Вот. Дальше. Идем. Значит, следующий, следующий момент. Значит, дальше. Вы пишите, что мы часто ссоримся. Опять же. Частые ссоры сами по себе ничего не значат в том смысле, что ссора невозможна, ссора невозможна, если в ней не участвует оба человека. А значит, вы, Виктория, в этой ссоре участвуете почему-то. То есть, вы являетесь стороной в ней, ну, ссоры. Вы являетесь стороной ссоры. Вам нужно подумать, поразмыслить над тем, как конкретно я участвую в ссорах. И что конкретно я делаю для того, чтобы эти ссоры стали реальными. То есть, вот этот момент, момент принятия своей личной ответственности за ссоры, своего вклада в ссору, не говорим сейчас про вашего мужа. Говорим исключительно только про вас. Да? Очень важно этот момент поисследовать. Дальше. У меня на этом фоне, у меня на фоне этого депрессии, пишите вы. Депрессия есть психическое заболевание, которое, соответственно, диагностируется и лечится врачом, психотерапевтом, психиатром и клиническим психологом. У вас должен быть диагноз, чтобы говорить о том, что у вас есть депрессия. В противном случае это просто депрессивное состояние, подавленное состояние, но ни в коем случае не депрессия. Депрессия это диагноз и требуется серьезное лечение. Дальше. То, что вы плачете. Это следствие того, что вы себя жалеете. Себя вы жалеете по нескольким причинам. Первая причина. Вы считаете, что так с вами вести себя нельзя. Второе. Вы стремитесь подсознательно вызвать у человека чувство вины. То есть слезы вы используете как средство для достижения своей цели того, что вы хотите от своего мужа. Это определенные паттерны поведения, которые вы изучили еще в детстве и которые теперь используете для достижения своих целей. Вместо того, чтобы использовать куда более конструктивные, позитивные и более энергозаправленные способы. Дальше. Вы пишите. Он стал ко мне холодным. Раньше он был ласковым, нежным прислушиваться ко мне. Что изменилось? Виктория. Если он раньше был одним, сейчас он стал другим, значит совершенно очевидно, что что-то изменилось. Но что изменилось? Что произошло? Почему человек стал вести себя по-другому? Ведь очевидно же, что у этого есть какие-то причины. Очевидно, что у этого есть какие-то свои факторы. Очевидно, что у ваших отношений имеется какой-то контекст. То есть вот в прямом смысле этого слова, да, есть определенный контекст в отношениях. Вот. Понимаете? И, соответственно, этот контекст, контекст, нужно исследовать. Нужно понять, в каком контексте, в каком контексте у вас это все стало происходить. Вот. Почему у вас это все стало происходить? Можно это поисследовать? Да, можно. Ведь не просто же так изменился ваш муж. Совершенно очевидно, что, ну, что за этим что-то следовало, да, вот. Это нужно поисследовать. Нужно определить, по какой причине мужчина начал так себя вести. Либо он начал так себя вести, потому что у него просто к вам пропали чувства, и в таком случае уже ничего нельзя будет с этим сделать, потому что за наличие или отсутствие чувств человек не ответственный. Либо это произошло в результате какого-то события в вашей жизни, которое, например, вас для вашего мужа обесценило. В таком случае с этим нужно будет, опять же, работать. Дальше. Мне не нравится то, что он курит сигареты. Почему вам это не нравится? Как конкретно вас это задевает? Я прошу меньше курить. В смысле вы просите меньше курить? То есть как бы, если человек начал курить при вас уже, то я так думаю, если человек начал курить при вас, то я так думаю, что вы вряд ли имеете право говорить ему о том, чтобы он это делать перестал. Я думаю, что максимум, что вы сможете, это попросить человека меньше курить при вас, потому что вам это наносит вред, что справедливо. Но просить его меньше курить вообще является, да, примем посягательством на его, скажем так, личную жизнь, о чем он вам и пытается, видимо, сказать. То есть это вот то, что вы делаете, к сожалению, не совсем верно. То есть как бы очень, очень, ну очень настораживает этот факт, очень настораживает этот момент, что вы просите его не курить, да, то есть, ну если вас это никак, например, не задевает. То есть еще раз, то есть еще раз, то есть еще раз, вы можете, вы можете попросить его не курить, только в том случае, если это несет вред вам, и ваша просьба к нему не курить, может быть озвучена только в контексте вашего, ну в контексте вреда вам, возможного вреда вам, который может вам быть нанесен, значит, ну, ну, вследствие курения им сигарет, к примеру. Вот. Вот это вполне возможная история. Больше нет. То есть, пожалуйста, вот этот момент для себя обязательно учтите. Нельзя просто взять и просить человека чего-то не делать. Нельзя. Любой человек воспримет это как очень негативную историю, которая постигает на его, там, ну, на его личную жизнь, на его, значит, свободу и так далее. Так. Он стал себя любить и уважать раньше, что он себя не любил и не уважал. Что-то я виноват, что он стал таким и для своего отношения к нему. Я сильно от него требую. Насколько правильны его слова, Виктория? Насколько правдиво то, что он говорит? Насколько действительно вы много от него требуете и требуете ли вы от него? Что вы вообще-то от него требуете? Что можно требовать от человека? На мой взгляд, это очень важный вопрос, на который вам нужно ответить. Что вообще можно требовать от человека? И можно ли действительно, вот действительно по факту, да, можно ли что-то от него требовать? На мой взгляд, любые требования к людям, как бы, нежелательны, потому что человек крайне, ну, крайне, крайне негативно реагирует на то, когда от него все это требуют, он чувствует себя достаточно, как-то вот, ну, достаточно, в невыгодной достаточно позиции, скажем так, чувствует себя человек в таком случае. То есть, про то, что вы, что-то от него требуете, да, ну, опять же, нужно разговаривать, опять же, нужно с этим работать, опять же, нужно это исследовать, потому что подобных требований, на мой взгляд, быть не должно, если они есть, только доказаться, они могут только в вас, да, и только в том, что, ну, например, в том, что для вас приемлемым и неприемлемым, при этом четко коррелируя с личной ответственностью за себя, за, значит, свою жизнь. Дальше идем. Он мне раньше лелеял, говорил, что никогда не бросит. Почему мужчина вообще, как бы, о таком говорит? То есть, почему мужчины вообще появляются подобные, появились подобные, значит, мысли. Почему он вас лелеет? То есть, нет ничего плохого в том, что, ну, чтобы о вас, к примеру, заботиться, нет ничего плохого в том, чтобы о вас беспокоиться. Но лелеет и успокаивать, что он вас никогда не бросит, это что-то, что по Высоцкому, например, нельзя назвать любовью, а можно назвать попыткой какой-то обеспечить себе, знаете, как бы так сказать, ну, безопасность, безопасность, попытка обеспечить себе безопасность. Вот. То есть, тут на самом деле история не про, не про любовь, да, а про то, что Вы хотите, ну, ну, например, например, что Вы хотите чувствовать себя безопасным, что вот мужчина Вас успокаивает и уговаривает. То есть, тут, опять же, как бы неуверенность в себе ваша, неуверенность в себе его. Брак ему 4 года, он боялся меня потерять. Вследствие чего он боялся вас потерять? Какие Вы использовали средства для того, чтобы он боялся вас потерять? Это важно. Это важно, потому что бывают здоровые средства, бывают не совсем здоровые средства. Вот. То есть, этот момент, его тоже нужно исследовать, исследовать обязательно. То есть, вот, в принципе, в принципе, я с Вами могу согласиться в том, что, ну, мужчина, возможно, должен бояться потерять свою женщину. Я, в принципе, здесь могу с Вами согласиться. Но, вряд ли я могу согласиться, например, на поддержание этого не совсем здоровыми средствами. То есть, я не знаю, какие средства использовали Вы, но, совершенно очевидно, что это нужно исследовать. Дальше. Так, значит, когда сейчас 40, я собираю вещи, ему все равно, раньше останавливал. Скажите, пожалуйста, почему Вы в 40 собираете вещи? Понимаете ли Вы, что это манипуляция? Если это манипуляция, то любое действие должно приводить к каким-то последствиям. Да, то есть, если Вы собрали вещи, например, а у него получилось Вас остановить, то мужчина понимает. То есть, если он вас останавливает, значит, все находится под его контролем. И, со временем, человек привыкает, что, если Вы собираете вещи, достаточно просто Вас остановить, и все, все равно Вы никуда не уйдете. И, рано или поздно, если эти ссоры повторяются, кстати говоря, из-за чего Вы вообще ссоритесь, какая причина ссоры, и как Вы миритесь. И, если у Вас по итогам примирения какие-то решения конфликта, да, судя по тому, что ссоры повторяются, то у Вас нет никаких решений, ситуации, решений конфликта нет. Вот, судя по тому, что Вы пишите. Так вот, значит, момент какой. Если человек видит, если человек видит и, собственно, чувствует, что может Вас остановить, то ему все меньше и меньше, значит, кажется каким-то вот, знаете, все меньше и меньше ему кажется важным, важным вас, ну, останавливать, что ли, понимаете, какая история. То есть, вот этот момент, он требует, конечно, тоже своего исследования, на мой взгляд, потому что тут, мне кажется, Вы не совсем верно себя поставили и продемонстрировали свою позицию. Вот. Ну, мне так, по крайней мере, мне так, по крайней мере видится, мне так видится, по крайней мере. Вот. И это нужно, нужно тоже корректировать, ну, в любом случае. Дальше. Ммм, так, раньше я останавливал, сейчас говорит, хочет под этим развод, но я не дам на себе ездить. Опять же, это означает, что Вы, ну, по его мнению, да, на нем есть, на нем ездите. То есть, я не говорю, что Вы обязательно плохая какая-то, да, я не хочу этого сказать. Я хочу сказать, что, ну, мужчине совершенно очевидно что-то не нравится в Ваших отношениях. Так, а нужно ли что-то менять в этом? Хотите ли Вы что-то менять в этом? Понимаете? Вот это вот то, что нужно так же исследовать. То есть, вот мужчина говорит Вам, мужчина определяет Вам, да. Он говорит, что если я не перестану его пилить, он уйдет сам и больше назад дороги нет. Но опять же, опять же, совершенно очевидно, что чувства у мужчины к Вам изменились, к сожалению. Как не прискорбно, да, но его чувства к Вам изменились, они стали другими, его чувства. Вот. И я не знаю, любит ли он Вас решение или нет, потому что это, ну, не совсем такая понятная история здесь. Но совершенно очевидно, что мужчина достаточно серьезно рассматривает вариант того, чтобы от Вас уйти. Потому что ему очевидно, что либо что-то не нравится, либо у него просто пропали к Вам чувства. Вот. Это не хорошо и не плохо, если у него просто пропали к Вам чувства. Это просто реальность, это просто, ну, такая реальность. Тут не имеет смысла никакого вообще данный аспект оценивать. На мой, по крайней мере, взгляд. Вот. То есть, обратите, пожалуйста, на это также пристальное внимание, да. То есть, мужчина, он Вам, значит, откровенно говорит о том, что Вы его пилите. Соответственно, нужно анализировать, делаете ли Вы, ну, действительно что-то, что вызывает в нем такую вот реакцию. Делаете ли Вы что-то, что, ну, действительно, ему не нравится. То есть, насколько Вы игнорируете, если игнорируете его, ну, его потребности, да, и так далее. Это, на мой взгляд, очень важная история, это, на мой взгляд, очень важный момент. Вот. Поэтому идеально было бы, если бы Вы обратили внимание именно на свое поведение, на то, что Вы делаете, на то, как Вы делаете. Дальше. Так. Это началось такое, после того, как я нашла переписку у него в телефоне с девочкой. Вы говорите, что ничего не было, только один отписался, потому что я его пилю. Ну, а Вы как, допустим, ну, вот как Вы считаете сами, Вы его действительно пилите? Пилите, пилите. Или как? То есть, почему, почему, по Вашему мнению, он стал, вот, переписываться с девочкой? Как Вы отреагировали на его переписку с девочкой? Посылали ли Вы узнать, что ему не хватает с Вами, что его не удовлетворяет с Вами, что он обращается к другим? Что он хочет получить от других, что он не получает от Вас. Понимаете? Вот. То есть, это тоже очень важный момент. Если, если у него есть, если у него была переписка с другой девочкой, значит, в Ваших отношениях, да, есть, ну, проблемы. И вопрос заключается в том, решаете ли Вы эти проблемы. Что, на мой взгляд, пока что, вот, я не увидел абсолютно ничего, что указывало бы на то, что Вы, ну, пытаетесь как-то отношения Ваши подкорректировать. Вот. Далее. Значит, так. Он говорит, что ничего не было. Один раз писался, завтра я его пиливаю, занимаюсь, он ей поговорить нормально, что я вижу, что я его подозреваю в изменах. А это правда, что Вы подозреваете в изменах? Это правда, что Вы подозреваете в изменах? А почему Вы подозреваете в изменах? Понимаете ли Вы, что это относится к Вам, что это проблема Вашего решения? Понимаете ли Вы, что это, вот, именно Ваши неуверенности и страхи здесь, ну, играют свою роль, скажем так. Вот. Понимаете ли Вы, что это реплишь, понимаете ли Вы, что это страх одиночества и что с этим нужно работать Вам, к сожалению, не мужчине. Вот. То есть, это всё, вот это всё вопросы. Это всё вопросы именно, именно к Вам. Выходите ли Вы, что это с этим делать. Далее, Вы пишете о том, что хотите сохранить семью. Вы пишете, помогите сохранить семью. А я честно Вам скажу, честно скажу Вам, что не семью нужно сохранять, потому что семья это на самом деле иллюзия. Не семью нужно сохранять, а сохранять нужно, скорее, самого человека. То есть, самого человека стремиться делать счастливым, понимаете. Я не знаю, на чём у Вас базировались отношения раньше, я не знаю, как Вы выстраивали отношения с ним. Вот. Но, вполне очевидно, что тот заработал тогда, сейчас не работает. Вот. Это, к сожалению, так. И поэтому нужно, ну как бы нужно вот с этим что-то делать. Нужно с этим работать. Почему на первом месте у Вас семья, а не человек? Ведь человек, это куда, это гораздо более важная, гораздо более значимая цель для отношений, чем, например, семья, которая, ну, у Вас может и не быть просто семьи. Понимаете? Вот. То есть, это вот история, история о Ваших приоритетах, это история о том, что для Вас важнее, что для Вас важнее всего. Это история о том, какие у Вас ценности. Это история о том, что Вам важно. Понимаете? В какой момент. И с этим нужно работать. Дальше. Я очень хочу вернуть его такого, как он был. Он готов был меня на руках носить официал. Ну, помочь мы Вам можем изменить свое поведение, но для этого нужна работа. Для этого нужна работа. Для этого нужна именно Ваша индивидуальная, индивидуальные перемены. Для этого нужна Ваша корректировка поведения. Для этого нужно, чтобы Вы хотели меняться. Потому что, ну, совершенно очевидно, что, вот, как бы, то, что работало раньше, да, а сейчас не работало. Соответственно, хотите ли Вы, ну, делать что-то с этим или не хотите Вы с этим что-то делать? Тоже Вам, это тоже вопрос к Вам, но само по себе не изменится ничего однозначно на 100%. Само по себе ничего не поменяется. Ну, и совершенно очевидно, что необходимо проработать вопрос, почему для Вас так важно, что Вас именно носили на руках. Это такое впечатление, что Вам это нужно для того, чтобы чувствовать себя лучше. Но если Вам это нужно для того, чтобы чувствовать себя лучше, вот, то мне кажется, если Вам это нужно для того, чтобы чувствовать себя лучше, то Вы не уверены в себе. И мужчина использует, ну, знаете, как, вот, ну, как сказать, как своего рода средство, средство для реализации своих желаний, средство для реализации своих потребностей, вот. Что неприемлемо, потому что мужчина чувствует себя средством, а он, как и все, хочет защищать себя в первую очередь личностью, а именно личностью Вы ему быть, значит, ну, судя по тому, что Вы эпичете, именно личностью быть Вы ему не даете, запрещаете. Вот. То есть, вот, с этим тоже нужно работать, с этим нужно тоже работать и работать обязательно. Вот. Вот так примерно можно Вам ответить на Ваш вопрос. Я надеюсь, что помог Вам. Надеюсь, что мой ответ был полезен Вам. Вот. Вот. Если у Вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если Вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я Вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом. Спасибо. 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 Спасибо.